Тена сегодняшней лекции – организация учёта производственных затрат. На лекции рассматриваем следующие вопросы. 1. Процесс управления материалами. 2. Методы, используемые при оценке отпускаемых запасов. 3. Учёт затрат на оплату труда. 4. Текучесть и эффективность рабочей силы. 5. Классификация накладных расходов и методы распределения. 6. Процесс управления материалами – это функциональная деятельность, цель которой – довести общую сумму ежегодных затрат на содержание запасов до минимума при условии удовлетворительного обслуживания клиентов. 1. Одним из элементов затрат на производство – это запасы, которые включают сырьё, основные материалы, вспомогательные материалы, запасные части и другие. 2. Запасы в типовом плане счетов отражаются на счётах 1340, где подразделом 1320 – запасы. 3. Типы материалов. Материалы делятся на прямые или основные – это сырьё, из которого производят изделия. 4. Второй тип материалов – это косвенные запасы, потребляемые в процессе производства, не связанные с производством того и иного продукта. 5. Цель управления запасами – это определение и поддержание оптимального уровня вложения денежных средств на приобретение всех видов запасов, начиная от сырья, материалов до готовой продукции. 6. Для удовлетворения нужд производства и спроса потребителя необходимо постоянно поддерживать оптимальный уровень запасов. 7. Однако нужно избегать излишних запасов, так как вложенные средства можно было бы использовать для других целей. 7. Документация по оформлению запасов включает заявка на закупку, извещение о получении материалов, накладная на отпуск, требования на внутренние перемещения, акт требования на замену, 8. Карточка складского учета, лимитно-заборная карта и счет-фактура. 8. Оригиналы всех этих первичных документов по оформлению запасов передаются бухгалтерии и являются основанием для исписания материальных запасов со склада. 9. Бухгалтерия фиксирует движение запасов количества оприходованных и отпущенных материалов на счете 13.40 под разделом 13.00 запасы типового плана счетов. 10. Методы используемые при оценке отпускаемых запасов. 11. В процессе производства материалы одного и того же вида могут быть закуплены по различным ценам, поэтому при отпуске материалов возникает проблема, по какой цене отпускают. 11. Фактическая стоимость может иметь несколько значений. Необходимо выбрать какой-то один метод определения цены отпускаемых материалов. 12. В соответствии МСФО два запаса. Целью является определение порядка учета запасов. 13. Основным вопросом при учете запасов является определение суммы затрат, которая признается в качестве актива и переносится на будущие периоды до признания соответствующей водочкой. 14. Настоящий стандарт МСФО два запасы содержит указания по определению первоначальной стоимости и ее последующему признанию в качестве расходов, включая любое списание до чистой возможной цены продажи, а также содержит указания относительно формулы расчета себестоимости, которые используются для отнесения затрат на запасы. 15. Запасы – это активы. Запасы делятся на предназначенные для продажи в ходе обычной деятельности, запасы, находящиеся в процессе производства для такой продажи, или запасы, находящиеся в виде сырья или материалов, которые будут потребляться в процессе производства или оказания услуг. 17. Методы, используемые при оценке запасов в соответствии с МСФО два – это нормативные затраты, это розничные цены. 18. Нормативные затраты вычитывают нормальные уровни потребления сырья и материалов труда, эффективности и производительности. Они регулярно анализируются и при необходимости пересматриваются с учетом текущих условий. 19. Розничные цены – оцениваются запасы, состоящие из большого количества быстроменяющих статей с одинаковой нормой прибыли, в отношении которых практически несуществимо используют прочие методы определения себестоимости. 20. Определение себестоимости осуществляется следующими методами. 21. Методом FIFA. Значит, первым поступил, первым отпустил. 21. Единица запасов, которые были куплены или произведены первыми, будет продана первыми, и что соответственно те статы, которые остаются в запасах на конец периода, были куплены или произведены последними. 22. Следующий метод определения себестоимости запасов – это средневзвешенная стоимость. 23. Себестоимость каждой статей определяется на основу средневзвешенного значения себестоимости аналогичных статей на начало периода и себестоимости аналогичных статей, купленных или произведенных в течение периода. 24. Учет затрат на оплату труда. 25. Направление учета затрат на оплату труда включает основная заработная плата производственных рабочих, занятых на технологических операциях, оплата труда, входящая в состав накладных расходов, учет начисления и удержания заработной платы, учет различного рода отчислений. 26. Задача учета затрат на оплату труда – это определение затраты рабочего времени рабочими по венам деятельности, определение выработки степени и выполнения сменного задания, достоверное начисление заработной платы, контроль за использованием фонда оплаты труда. 27. Цель учета затрат на рабочую силу – это зафиксировать время, потраченное всеми рабочими на каждой вид деятельности в табеле и применять соответствующую ставку по часовой оплате труда. 28. Учет накладных расходов. 28. Понятие накладных расходов подразумевает затраты, которые нельзя отнести непосредственно к технологическим процессам производства, сопровождающие процесс производства, но не выходящий в стоимость продукции. 29. Накладные расходы – это затраты, понесенные на организацию, обслуживание, производство, реализацию продукции управления. 30. Накладные расходы относятся к косвенным расходам предприятия и подлежит отнесению к дополнительной части прямых расходов. 31. Затраты по накладным расходам не связаны непосредственно с установлением себестоимости производства предприятия. 31. Методы распределения накладных расходов. 32. Прямой метод – это все услуги и списываются на затраты основных цехов. 33. Этот метод на практике используется широко. 33. Пошаговый или последовательный метод – это использование для распределения услуг между обслуживающими, вспомогательными и производственными цехами, 34. Пошаговый метод – это более точный, чем по сравнению с прямым методом. 34. Метод повторного распределения – это затраты обслуживающего цеха подразделения повторно распределяются в долях к общим затратам. 35. Метод повторного распределения на практике применяется очень редко. 35. Порядок отнесения накладных расходов на продукцию. 35. Супенчатая процедура распределения накладных расходов. 36. Накладные расходы, первое, значит, распределяются по центрам затрат, центрам ответственности, где менеджеры отвечают за расходы, находящиеся под их ответственностью. 36. На первом методе выполняются две задачи. 37. Первое, расходы, расписанные по центрам затрат, используются для контроля за уровнем затрат и для отсека результативной деятельности. 38. Второй этап – это расходы распределяются на продукцию в интересах требований финансового учета по цене запасов. 39. Накладные расходы, накопленные в центрах затрат, распределяются на продукцию. 39. Во второй уступе выбираются основы для распределения производства накладных расходов на продукцию. 40. Эта основа называется базой распределения. 41. За базу распределения чаще всего принимается время, фактически отработанное рабочими или оборудованием. 41. Распределение.